импассивеню, импассивеню, импассивеню. Уровень 0 класс 1. Добро пожаловать на начальный курс ИКИ. Магия до магии, где вы узнаете основу магии и как чувствовать тонкие ощущения, которые мы вовлечены в ритуалы. Урок 1. Движение энергии. Бесполезно использовать правильные ингредиенты, правильное время и правильный день в ритуале или любом магическом действии, если вы ничего не понимаете в энергии. Энергия часто упоминается, когда мы говорим о магии, но ее редко понимают. С точки зрения оккультных наук, энергия – это сила, которую невозможно измерить. У человека есть собственная энергия. Камни, растения, животные, планеты, метай и другие также имеют его. Во многих культурах она определяется как Чи, Ки, Ашо или Прана. Вы можете почувствовать это, когда подносите руки к людям. Энергия движется через ваше тело. Вы можете привлекать энергии извне и заставлять их циркулировать внутри вас. Он может обмениваться энергиями с растениями, животными или камнями. Вы также можете использовать свое тело для циркуляции энергии в ритуальном пространстве. Упражнение 1. Ощущение энергии в руках. Положите руки друг на друга на уровне груди. Почувствуйте энергию между ладонями. Начните с трех занятий по одну минуте в первый день. Три занятия по две минуты на второй день. Каждый день увеличивайте на одну минуту. Практика в течение одних недели. Звездочка запишите в свою черную книгу опыт всех упражнений, даже тех, где вы ничего не чувствовали. Упражнение 2. Ощущение энергии других. Попросите друга встать рядом с вами. Закройте глаза и положите руки рядом с головой вашего друга. Дайте себе время почувствовать его энергию. Если вы ничего не чувствуете, не беда. Требуется время, чтобы почувствовать присутствие Ки. Люди используют множество физических аналогий для описания присутствия этой энергии, цвет или свечение, давление в руках, покалывание или тепло, вибрация или текстура. Также, как физическое тело имеет органы и кровеносные сосуды, энергетическое тело имеет чакры, энергетические центры. Энергия, или тонкое тело, также имеет оболочку, ауру. Энергия постоянно циркулирует в энергетическом теле. Наблюдаем за ним, жертвуем, используем в деятельности и пополняем. Здоровье имеет большое значение в энергетических вопросах. Если физическое тело полно мусора, то и энергетическое тело тоже. Но это не значит, что вы не можете выполнять упражнения, вы должны. Теперь заставьте свою энергию циркулировать, и она также очистит физическое тело. Есть психосоматические заболевания, которые возникают в энергетическом теле. Хороший пример можно найти в фильме-слэш-книге Науса Ларчи Коксавьера, где главный герой истории умирает естественной смертью, но в астральном мире это считается самоубийством, потому что, когда мы плохо обращаемся с энергетическим телом, мы также плохо обращаемся с ним. Физическое тело. Большая часть энергетической работы связана с позвоночником. Это кратчайший путь к центру тела, который проходит от головы к ногам. Чакры расположены вдоль позвоночника, а меридианы отходят от центрального позвоночника и разветвляются вдоль конечностей. Упражнение 3. Осознавайте свое дыхание. Сядьте удобно на стул или на пол, скрестив ноги. Найдите свой пульс, коснувшись запястья или шеи. Теперь вдохните на 4 удара, задержите дыхание на 2 и выдохните на 4, снова задержите дыхание на 2 удара. Повторить процедуру 4 раза. Упражнение 4. Центрирование. Сядьте на удобный стул, желательно с прямой спинкой. Поставьте ноги на пол и положите руки на колени. Закройте глаза и прислушайтесь к своему сердцебиению. Синхронизируйте свое дыхание с сердцебиением. Вдохните на 4 удара, задержите дыхание на 4 удара, выдохните на 4 удара и задержите дыхание на 4 удара, прежде чем снова вдохнуть. При выполнении этой практики вдыхайте и выдыхайте через нос, удерживая кончик языка на небе. Медленно замедлите дыхание, и вы обнаружите, что ваш ум расслабился. Продолжайте, пока не почувствуете себя спокойно и расслабленно, теплое, приятное ощущение в животе. Вы можете быть удивлены, когда сделаете это впервые. Вы можете обнаружить, что ваш сердечный ритм замедляется. Не пугайтесь и продолжайте считать. Вы заметите, что дышите слишком быстро или слишком медленно, в зависимости от частоты сердечных сокращений. Мы можем использовать наше дыхание, чтобы ввести в тело определенный тип энергии. Мы можем использовать ритмичное дыхание для определения времени выполнения определенной операции. Так же, как воздух жизненно важен для нашего выживания, он может быть посланником более тонкой энергии, с которой мы будем работать. Наша энергия напрямую связана с энергией Земли и Солнца. Мы живем в поле действия Земли. Мы представляем себе, что идем по Земле, когда мы на самом деле находимся внутри нее, поскольку мы движемся через ее атмосферу, которая, как мы недавно обнаружили, расширяется до четырехкратного расстояния между нами и Луной. Эта энергия окружает нас и поддерживает нас. Мы можем научиться сознательно направлять энергию Земли внутри себя. Это служит непосредственным источником энергии, когда мы устали. Точно так же мы можем научиться вытягивать избыточную энергию из нашего тела посредством процесса заземления. Заземление состоит в поиске энергетического баланса с Землей. Если у нас мало энергии, мы можем забрать Земли, а если у нас много энергии, что вызывает у нас беспокойство, мы можем ее разрядить. Упражнение 5. Касание Земли. Встаньте босиком на Землю. Почувствуйте, как энергия Земли входит через ваши ступни в ваше тело, вверх по ногам, вверх по позвоночнику, и наполняет всю вашу голову. Теперь вы толкните эту энергию из макушки головы через позвоночник, ноги и в пол. Посадка – это половина процесса посадки и центровки. Сосредоточение означает обнаружение того, где находится энергия вашего тела, а затем начало полного движения тела и энергии для ощущения спокойствия и силы. Самый простой способ центрирования сосредоточится на части тела, называемой точкой 1 или донтянем. Эта точка на животе – примерно на три пальца ниже пупка. Первая точка очень подходит для начала и окончания циркуляции энергии. Упражнение 6. Найдите свой центр. Встаньте, ноги примерно на ширине плеч. Слегка согните колени. Зафиксируйте свое внимание на первом пункте. Теперь качайтесь вперед и назад. Пусть качание замедлится, пока вы не сбалансируетесь и не остановитесь. Сделайте то же самое из стороны в сторону. Мы можем перемещать энергию в тело и из тела через подошвы ног. Мы также можем отдавать и получать энергию через макушку головы. Следующее упражнение учит нас поглощать энергию земли и распространять ее. Это также помогает очистить и сбалансировать энергию тела. Упражнение 7. Дерево. Почувствуйте и визуализируйте, как энергия движется наружу, как если бы это были корни, исходящие из вашей точки 1, вниз по ногам к ступням. Теперь втолкните эти корни в землю. Продолжайте входить в землю как можно глубже, пока она не остановится естественным образом. Когда вы достигли удобной глубины, визуализируйте и почувствуйте, как энергия движется вверх, вверх через ваши корни, через подошвы ваших ног и в вашу точку. Затем почувствуйте и визуализируйте, как энергия движется вверх по позвоночнику к макушке, а затем несколько дальше к чакре или шару, расположенному в нескольких дюймах от вашей головы. Позвольте энергии вылиться из этого центра, разлиться вокруг вас и вернуться в землю. Вы циркулируете земной энергией через свои корни, наружу через макушку головы и обратно через свои корни. Когда вы закончите, позвольте энергии спуститься вниз по позвоночнику к точке 1. Постепенно почувствуйте и визуализируйте, как ваши корни поднимаются вверх от земли, через подошвы ваших ног и возвращаются к точке 1. Мы естественным образом извлекаем энергию из земли. Как и все другие живые существа, мы также получаем энергию от солнца и в меньшей степени от луны. Мы также можем научиться сознательно циркулировать солнечную и лунную энергии через телесную энергию. Упражнение 8. Солнце-слэш-луна. Встаньте так, чтобы вы могли видеть солнце или луну. А еще лучше, если свет сможет коснуться вашей кожи. Теперь визуализируйте и почувствуйте энергетический центр прямо над головой. Визуализируйте и почувствуйте, как лунный-слэш-солнечный свет входит в этот центр. Проведите его через колонку к вашей точке 1. Оттуда вы толкните энергию вдоль рук и ног. Почувствуйте, как энергия наполняет ваше тело. Когда вы закончите, позвольте энергии спуститься по вашим ногам через подошвы ваших ног в землю. Как только мы накопили энергию, мы можем либо использовать ее для магической работы, либо вернуть на землю. Мы не возвращаем энергию солнца и луны, выталкивая ее через столб обратно в небо. Поскольку мы вырабатываем больше энергии, чем можем использовать в упражнении, лучшее, что можно сделать, это толкнуть ее вниз и вернуть на землю. Этому есть две причины. Один, движение энергии через позвоночник безопаснее для человеческого тела, так как оно имеет тенденцию уравновешивать и успокаивать вашу энергию. Кроме того, тело человека более настроено на энергию Земли и принадлежность к ее полю. Мы можем поглощать энергию планет, но обменивать энергию и возвращать ее гораздо сложнее, она все равно будет двигаться через энергетическое поле Земли. Затем, чтобы засыпать лишнее, закапываем его. Как и в упражнениях этого модуля, мы начнем сознательно контролировать энергию тела. Это был наш первый урок. Мы рассмотрели упражнения, связанные с нашим ики и ощущением ики в других. Хотя эти упражнения для некоторых кажутся чем-то простым и менее привлекательным, важно хорошо сосредоточиться на всех тонкостях, которые они вызывают, потому что более сложные упражнения будут обсуждаться позже, но они предполагают овладение этими простыми упражнениями. Пишите в комментариях, что вы чувствовали в каждом упражнении. Ваше мнение очень важно для нас. Не забудьте поделиться, поставить лайк и если вам нравится наш контент, рассмотрите возможность присоединиться к нашей группе участников или поддержать наш канал. Ссылки поддержки в описании. ИНПАСИВЕНИ, ИНПАСИВАДО. ИНПАСИВЕНИ.